На Пятницком шоссе в самом конце деревни Брехова стоит необычный деревянный дом. Двухэтажный с мансардой, на фасаде большая икона, во дворе маленькая часовенка. Все это дом мастерская русского иконописца. Здесь работает известный художник-иконописец Игорь Дрождин. В рамках проекта Герой Химок для желающих провели экскурсию. Гости увидели изнутри быт и профессиональную деятельность иконописцев. Это просто как сказка, это другой мир, другое видение художников, такие вещи, которые именно наделены своим оригинальным взглядом именно художника. И этот художник заставляет нас посмотреть на обыденный мир другими глазами. Игорь Дрождин более 30 лет возрождает традиционные техники написания икон. Он признанный мастер, реставратор, ведущий, эксперт, известный на всю Москву и Московскую область. Игорь Юрьевич не только сам пишет иконы, но и обучает других. Награжден медалями, грамотами и почетными знаками общественных организаций. Участвовал в строительстве и реставрации трех химкинских храмов. Мы делаем весь спектр церковных искусств, иконы, и оклады, резные работы по дереву киоты, церковную мебель. Занимаемся реставрацией и отдельный икон, и целиком росписей храмовых. Кроме того, мы делаем декоративно-прикладное искусство. Работаем со стеклом, это витражи, фьюзинг, гутное стекло и арт-объекты в японском и в эко-стиле. В музее собрана коллекция старинных предметов быта и рабочих инструментов иконописцев, а также икон, украшенных резными и профильными киотами. Местные мастера руководствуются древними традициями, пишут красками с растертыми вручную многоцветными камнями-минералами. Эту технологию связывают с творчеством известного русского иконописца Андрея Рублева. Всем очень понравилось. Игорь Юрьевич, руководитель данной мастерской, рассказал об истории создания мастерской, о ее деятельности за все эти годы. И на самом деле это очень интересный путь. На должности хранителя мастерской почти официально числится кошка-кистя. Имя ей дали в честь главного инструмента художника – кисточки. Уже девять лет она пристально следит за порядком и посетителями, заодно поднимает настроение. В доме мастерской русского иконописца царит особая атмосфера. Здесь можно не только прикоснуться к искусству иконописи, но и приобрести икону ручной работы, которая будет напоминать о посещении этого удивительного места. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.